Танцы без границ. Особенности здоровья не помеха, когда есть желание овладеть искусством бальных танцев. Это доказывают участники ансамбля «Молодость», которые приняли участие в церемониях открытия и закрытия третьей Всероссийской спартакиады инвалидов. Далее в нашем эфире еще одна история о людях, внесших свой вклад в проведение самых масштабных соревнований в истории Мариэл. Сколько времени будет он жить, вот оно, выбирать одно, как ему с этим временем быть. Жить, 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 жить. Подготовка у нас, конечно, такая масштабная была. Мы начали где-то с конца мая уже репетировать. Потом с начала июля у нас уже начались такие репетиции каждый день. Сначала мы в спортивном комплексе юбилейный тренировались, потом мы перешли в ледовый. И это было каждый день. Практически у нас репетиции проходили. Это такое чувство, я не знаю, наверное, ну не как Олимпиада, но что-то такое. Я понимаю, что для нашей республики это такое масштабное мероприятие. И, наверное, для многих оно оставило след. И для нас тоже такое чувство сплоченности, какого-то единения. И непередумаемые эмоции, конечно. В церемониях торжественного открытия и закрытия Третьей Всероссийской летней спартакиады людей с безграничными возможностями приняли участие более тысячи человек. Это артисты и спортсмены. Среди них пять танцоров на колясках. Одна из них – Анна Матвеева. Она три года ходит в ансамбль танца «Молодость» при Дворце культуры имени 30-летия Победы. В репертуаре коллектива всего четыре постановки. Занимаемся танцами на колясках мы с 2016 года. Но, к сожалению, у нас нет специального помещения, где было бы удобно заниматься на колясках. Занимаемся мы на сцене ДК 30-летия. Сцена бывает часто занята, и репетиции у нас не проводятся так часто, как хотелось бы. И, к сожалению, у нас еще колясок специальных для танцев тоже нет. Занимаемся мы на обычных колясках. Дело в том, что коляска для танцев существенно отличается от обычной. По словам танцующих, она легче в управлении, и на ней нет лишних подставок. Но любовь Анны к танцам переборола все сложности. Мне всегда нравились танцы на колясках, всегда хотелось заниматься ими, но не было у нас ничего такого в городе. И как только я увидела объявление, что набираются люди на колясках, на танцы на колясках, я сразу же подала заявку. Ну и вот с тех пор мы там. Не сидеть на месте. Девиз Анны и ее друзей. Они заранее продумывают маршруты и день за днем направляются получать свою персональную порцию чуда, проверить себя и быть востребованным в современном мире. Теннис у нас, наверное, параллельно с танцами начался, наверное, в одно время, где-то 16-го года. Ходим два раза в неделю, независимо от какой погоды, всегда приходим, играем. И в прошлом году даже на соревнования ездили, выезжали в другой регион. У нас это был Дзержинск, Нижегородская область, парафест. И в Сочи ездили на пара-арт, тоже там играли в теннис настольный. Теннис развивает ловкость, скорость реакции. Эти качества нужны и в танцах. Анна за активный вид спорта. Со все время занятия танцами девушка вместе со своими друзьями показала себя на массовых праздниках. Таких как День города, День России. Танцевала на конкурсе красоты для девушек на колясках. Невская краса 2017 в Санкт-Петербурге. И, конечно, на событии, которые у всех навсегда останутся в памяти. На третьей всероссийской летней спартакиаде людей с ограниченными возможностями здоровья. Когда мы столько стали заниматься танцами, очень повлияло на нашу жизнь. Вот мы пришли, мне кажется, мы намного стали активнее. Кто-то там приходил сначала только с родителями, а сейчас уже самостоятельно передвигается по городу. То есть это все-таки положительно сказалось на наше личное развитие. Мне кажется, это такой полезный вид спорта, что должны заниматься не только здоровые, но и люди с инвалидностью этим видом спорта. Как научиться в мире жить, уметь любить, уметь прощать и до конца себя отдать. И до конца себя отдать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok